Девушки отдыхают И сразу две двойни. У жительницы Куйбышевского района родилось две девочки, а у жительницы Буденновского района родились мальчик и девочка. Вот этой хорошей новостью начинаем нашу программу. На выпускных показах модельных агентств была. На гламурных дефиле была. А вот самых настоящих принцесс на подиуме еще не видела. И вы знаете, мне понравилось. Я думаю, вам понравится, как в минувшее воскресенье в Ботаническом саду состоялся финал масштабного мероприятия «В гостях у сказки». Смотрим. Ну вот, друзья, оказалась я на финале проекта «В гостях у сказки». Уже был у меня один интересный сюжет с этого мероприятия. Однако в этот раз я вам скажу, что все намного-намного масштабнее. Я вот сейчас зайду за елки, и вы сами все увидите. А кого мы ловим? Так это ж не бабочки. Зачем ты их ловишь? Это же не бабочки. Они тоже хотят ловить. И детей намного больше сегодня. Я понимаю. И мой самый-самый, здрасте, любимый пес. Илаюшка. Илай. Ну посмотри на меня, Илай. Целая фотовыставка. Нашли себя здесь? Покажи. Вот он ты, с кроликом, да? Жирным кроликом. А ты себя нашел? Ой, и ты с кроликом. Красавцы. Вот, собственно, журнал с фотографиями юных участников этого проекта. Вы думаете, много у нас детей в столь юном возрасте оказываются на страницах модного глянцевого журнала? И еще, друзья, есть один приятный бонус, которого в прошлый раз не было. Вот такая вкуснятина достанется сегодня юным участникам мероприятия. Ой, и яблоки, и клубника. Потрясающий запах, я вам скажу. Ну вот, кстати, мы уже сменили локацию. Мы уже не в саду цветущая сиренья. Но, в принципе, мне кажется, в ботаническом саду, в каком месте ни окажись, везде потрясающе красиво. В частности, вот сейчас вижу очень много полянок с пионами, с белыми. И не только с белыми. Вот сейчас идем вдоль подиума. Я так понимаю, сегодня здесь все малыши будут дефилировать в красивых нарядах. Да, Николай? Да. Как дела? Дефилировать супер. Как тебе мероприятие? Очень хорошее. Что тебе больше всего понравилось? Дети, улыбки на лицах детей. Это да, согласна. Тут не поспоришь. Как ваше настроение? Вы здесь сегодня с двух часов дня. Давайте кинемся с республикой этой информацией. Чем вы занимались с двух часов дня? Мы старались сделать вот эту красоту и все навести. Вплоть до того, что стулья расставляли. Ну а что ж, а кто-то должен этим заниматься тоже? Ну я как при... И вот-вот-вот уже практически все готово. Дети прекрасные, дети талантливые. Ну, вы видите, да? Насколько им нравится. Я просто ничего не успела увидеть, а ты уже смотрел все здесь. Они погрузились не только в образы, они погрузились в сказку. Они с удовольствием фотографируются, дефилируют. Юные модели, чтобы сказать. Правильно, недаром проект называется «В гостях сказки». Сегодня они принцессы, красные шапочки, пчелки. Конечно, костюм изумительный и детям очень нравится. Потому что они сегодня реально побывали в сказке. Сказочными героями. Очень нравится. Я так понимаю, что сегодня вот этих вот Микки Маусов и красных шапочек стало в несколько раз больше. Стало в два раза больше. То есть теперь у нас и на взрослых девочек уже такие костюмы пошиты. Вот как раз красная шапочка стоит рядышком. Много дамы, деток очень. Кто еще сегодня добавился? Какие образы? Ну, хочу рассказать о том, что вот сегодня сбылась моя мечта. Потому что я вот воплотилась за счет, благодаря этому мероприятию, я воплотила вот свою идею. Когда у меня вот такие вот костюмы, вот есть взрослая модель и детская модель. Одной тематики. Вот у нас взрослая модель и детская модель. Тебе нравится твой костюм? Две пчелки у нас сегодня тоже есть. И белоснежки. Белоснежка. Маленькая белоснежка большая. Покажитесь нам, пожалуйста. Еще и с яблочком. Вот все как в сказке, как в самой настоящей сказке. Довольна? Да. Нравится все? Да. Это хорошо. А вы довольны, девчонки? Да. Как дела у тебя? Отлично. Что тебе здесь сегодня понравилось? Что ты уже успела увидеть? Мне понравился кролик. А ты в прошлый раз здесь была, скажи? Да. И что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось, как мы фоткались на лошадях. Что уже видела интересного? Кролика. Кролика. Я смотрела и держала. Вот всем нравится этот кролик, и мне тоже нравится этот кролик. Ну что, я думаю, сегодня будет что-то фееричное, да? Да. Согласна. Давай пять. Опа, молочина. Вот тебя как раз-таки больше всего на всех фотографиях, и в журнале тебя больше всего. Да, мы тебя догоним все равно со своей камерой. Вот только так получается, да, с тобой поговорить можно? Говорю о том, что... Природа, свежий воздух. Вот, между прочим, его на всех фотографиях больше всего? Да, 13 мы посчитали там. Вот и сколько кроликов, вы знаете, которые печатаются на обложках журналов? Это самое популярное. Довольное-довольное. Ну, расскажи, чем ты сегодня полдня занималась? Я занималась репетик. Ой, и что вы такое репетировали? Ты, наверное, сегодня в показе будешь участвовать? И как, у тебя все получается? Да. Не переживаешь? Сегодня, я так понимаю, с самого утра здесь, наверное. Да, я с 9 утра. Подготовка шла просто в очень таком сумасшедшем ритме. Ты, в принципе, уже была на первом этапе проекта. Сегодня финал. То, что ты увидишь, это результат вот той части, на которой ты была. Но я уже посмотрела, что детей намного больше, чем в прошлый раз. Да. Сегодня у нас порядка 100 детей. Сегодня будет показ коллекции, которая отшивалась для этого мероприятия, для этого проекта в гостях у сказки. По-настоящему, мне кажется, у нас получилось детям создать эту сказку. Локации, костюмы, сладкий стол. При поддержке главы, конечно, у нас там еще будет очень-очень много сладких подарков. Мороженое, сладкая вата, пиротехника, будут салюты в конце. Вот, кстати, помимо того, что в этот раз мероприятие, финал уже вышел, довольно-таки более масштабный, он еще и, знаете, более, наверное, трогательный, волнительный, как для организаторов мероприятия, так и для деток. Потому что сегодня у них самое главное – это состоится показ. Ну и помимо всего, конечно же, будет, как обещала Марина, очень-очень много подарков. А что еще детям нужно для счастья? Для хорошей молодости! Обитатели Меотиды украсили новые марки государственного предприятия Почты Донбасса. Гашение происходило в фойе художественного музея «Ардонбасс», где с 5 июня все посетители смогут полюбоваться выставкой «Непознанный Донбасс», приуроченной ко дню эколога. На марках изображены уникальные птицы, обитающие на территории природного парка. Черноголовый хохотун, ходулощник, шилоклювка и кудрявый пеликан. Тираж каждой марки – 6750 штук, а цена – 18 рублей. Также выпущены 4 вида конвертов с изображениями тех же видов птиц. Тираж каждого составляет 1000 штук, цена – 8 рублей. Не так часто на марках появляются птицы, названия которых столь трудны в произношении. Поэтому, друзья, поторопитесь на почту Донбасса за новинками. Донецк прекрасен в любое время года, однако летом над его красотой работают еще усерднее. И вот сейчас вы посмотрите коротенький сюжет, и это малая часть от той работы, которую ежедневно проделывают трудолюбивые жители города. Сижу я, значит, на работе, работаю, работаю. А тут мне звонят и спрашивают, Настя, а ты хочешь покататься на кране? Ну, конечно, хочу. Вот и едем кататься. Ремонтируем, значит, мы фасад здания, жилой дом по адресу Щерца 32. Вот вы просто от меня не убежите, неудобно будет. Ну, расскажите, как работы проходят? Ну, в процессе. Вот с этой стороны, пока ехали, увидели здание с потрясающим граффити. А вот теперь, судя по всему, со всех сторон этот домик станет красивым. Благодаря вот таким трудолюбивым людям. В общем, друзья, мораль всей басни такова. Ежедневно в Донецке я наблюдаю разнообразного рода работы. Это и высадка деревьев, цветов. Соответственно, за ними нужно еще и постоянно ухаживать, поливать. Мы стелим дороги, убираем остановочные павильоны и ремонтируем фасады зданий. Вот на этот раз это был жилой дом по адресу Щерца 32. С вот такими замечательными, но стеснительными работниками. И вот теперь дом на Щерца 32 будет красивым. И это хорошая новость. Ну, понятное дело, что на кран меня никто не пустил бы. Это, пожалуй, все, что я приготовила на сегодня для вас. Не забывайте подписываться на наши группы в Инстаграме, ВКонтакте и Фейсбуке. Помните о нашем постоянном партнере Папино радио. И ждите новых выпусков. Пока!